Слово предоставляется его происходить, что шейху Халид Бин Ахмед Аль-Халифа, министр иностранных дел Королевства Бахрейн. Во имя Аллаха, с милостью и сострадательного, господин председатель, прежде всего, мне приятно тепло поздравить вас и вашу дружественную страну Королевства Дании в связи с вашим избранием на пост председателя 70-й сессии Генассамблеи ООН. Я желаю вам успехов в руководстве работы Генассамблеи и в укреплении роли, которую она играет в сегодняшнем мире и в решении задач, которые стоят перед международным сообществом. Я также благодарю вашего предшественника, господина Александра Тесса, за то, как он руководил работой 69-й сессии Ассамблеи, а также за его работу и инициативой по достижению наших общих целей. Также хочу выразить глубокую признательность его превосходительству под Кимун Генеральному секретарю ООН, который не щадил усилий для того, чтобы повысить эффективность и результативность организации перед лицом все более сложных проблем и кризисов в мире. Я приветствую его ежегодный доклад о работе организации и важные шаги, которые он предпринял для решения многих вызовов и вопросов, в том числе устойчивого развития, изменений климата, конфликтов, гуманитарных катастроф, а также проблемы беженцев, наряду с вопросами болезней, нищеты и голода в многих развивающихся странах. Господин председатель, на данном этапе я хочу выразить глубокие соболезнования, и тут я подчиняюсь воле Аллаха и выражаю глубокие соболезнования хранителю двух священных мечетей, королю Салман Бел-Азиз-Аль-Сауд, королю Саудовской Аравии, и мусульманской нации в целом, после трагической давки, которая произошла в ходе хаджа несколько дней назад. Мы высоко ценим историческую роль, которую играет королевство Саудовской Аравии, и ее усилие как хранителя этой священной земли и хранителя этих святынь по принятию всех необходимых мер для организации хаджа и умра. Любой, кто будет отрицать этот факт, будет отрицать те большие меры, которые принимаются королевством Саудовской Аравии. Мы сожалеем по поводу ложных обвинений, выдвинутых президентом Хасаном Рухани Исламской Республики Иран в его заявлении на Генассамблеи и отвергаем любое принижение усилий со стороны Саудовской Аравии. Господин председатель, генеральный Ассамблеев, он несколько дней назад сделал важный шаг перед всем человечеством, приняв повестку устойчивого развития на период после 2015 года. Мы сознательно принимали участие в этом процессе в соответствии с тем, что мы всецело поддерживаем работу ООН в достижении целей развития и в осуществлении нашей роли в обеспечении выдающихся результатов, что закреплено в международных докладах, в области образования, здравоохранения, для деления полномочия молодежи, борьбы с нищетой, обеспечения грамотности и усиления деятельности в области прав человека. Бахрейн в индексе человеческого развития ООН занимает место с дистранс, высоким индексом такого человеческого развития. У нас в последние пять лет был рост в пять процентов благодаря процессу реформ, которые были объявлены, его превосходительством королем Хамад бин Асс аль-Халифа, а также благодаря его заинтересованности в том, чтобы удовлетворить чаяние королевства Бахрейна на всех уровнях, политическом, экономическом и социальном. Мы будем и впредь активно принимать меры по развитию, разрабатывая планы и программы для осуществления повестки устойчивого развития на период после 2015 года. Мы также будем прилагать меры для того, чтобы повысить наши... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...